Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – побочные эффекты лекарственных средств. Лектор – ассистент кафедры клинической фармакологии Самаркандского мединститута Мурадова Раилева. Давайте рассмотрим план лекции. План лекции входит, что определение лекарственных веществ, актуальность данной темы, статистика проявлений побочных эффектов, определение побочных эффектов, классификация побочных эффектов, методы предотвращения побочных эффектов от лекарственных средств, психологическое сопровождение, заключение и список литературы. Лекарственные средства представляют собой одно химическое соединение и химический элемент, вещество, обладающее лечебными или профилактическими свойствами, и предназначенное для изготовления лекарственных средств. Рассмотрим актуальность данной темы. В настоящее время актуальность проблемы безопасности лекарственных препаратов обусловлена различными факторами. Прежде всего, это зависит от того, что ежегодно расширяется ассортимент препаратов, которые обладают высокой биологической активностью. Отмечается сенсибилизация населения к биологическим и химическим веществам. Среди других причин является нерациональное применение лекарственных препаратов в результате полипрагмазии или в результате того, что наше население склонно к самолечению. К тому же, следующей причиной является использование недоброкачественных лекарственных препаратов. Давайте посмотрим статистику. Не так давно специалисты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины провели анализ истории болезни 1531 пациента. В ходе исследования выяснилось, что у 15% из них, то есть это у 223 человек, наблюдались нежелательные побочные реакции, связанные с приемом именно медикаментов. К счастью, среди них не оказалось фатальных случаев. А ведь согласно статистике, нежелательные побочные эффекты занимают 4-6 место среди ведущих причин смертности. Нежелательная реакция на медикаменты – это проблема международная. По данным Европейского агентства лекарственных средств, в странах Евросоюза от побочных эффектов лекарственных средств ежегодно умирает 197 тысяч человек. И в США история похожая. Каждый год нежелательная реакция от приема медикаментов уносит жизни 160 тысяч пациентов. Это больше, чем погибает по авиакатастрофу. От 17 до 23% лекарственных средств потенциально опасны для здоровья именно из-за нежелательных побочных реакций, которые они вызывают. Так что же такое побочные эффекты? Побочные эффекты – это дополнительные, как правило, нежелательные эффекты лекарственных средств, которые не являются целью нашей лекарственной терапии. Также в медицине побочные эффекты еще называют нежелательными побочными реакциями. Давайте рассмотрим классификацию нежелательных побочных реакций. В основном они делятся на 4 основные группы. Тип А – это частые предсказуемые реакции. Они связаны с фармакологической активностью лекарственных средств и могут наблюдаться у любого человека. Что же относится к нежелательным реакциям типа А? Это токсичность, связанная с передозировкой лекарственных средств. Второстепенные побочные реакции, например, седативный эффект при приеме антибистаминах лекарственных средств. Или вторичные побочные эффекты, например, дисбактериоз при использовании антибиотиков. То есть здесь токсичность связана с лекарственным взаимодействием. Рассмотрим тип В. Тип В – это не частые, это непредсказуемые реакции. Они встречаются только у людей с повышенной чувствительностью. Что относится к нежелательным реакциям типа В? Это лекарственная непереносимость, идиосинкразия, гиперчувствительность и псевдоаллергические реакции. Теперь рассмотрим тип С. Это реакции, связанные именно с длительной терапией. К ним относится лекарственная зависимость, которая может быть как психической, так и физической. И самый страшный тип нежелательных реакций – это тип Д. Это канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты лекарственных средств. Теперь рассмотрим классификацию, в основе которой лежит тяжесть клинического течения. Здесь мы можем увидеть четыре типа реакций. Это легкие нежелательные реакции, умеренные нежелательные реакции, тяжелые и смертельные. Что такое легкие нежелательные реакции? В них, при этих реакциях, отсутствует необходимость в отмене препарата и в специальном лечении. Клинические проявления исчезают самостоятельно с течением времени. Умеренные нежелательные реакции обязательно требуют отмену препарата и проведение специального лечения. И могут этим самым увеличить сроки госпитализации. Тяжелые нежелательные реакции обязательно грозят для жизни больного. И ведут к высокому риску инвалидизации. Тоже увеличивают сроки госпитализации. И смертельные – это, само собой понятно, самый тяжелый тип реакции. Давайте рассмотрим виды нежелательных побочных лекарственных средств. Первый – это фармакодинамические нежелательные реакции. Они обусловлены фармакологическими свойствами самих препаратов. То есть они зависят от механизма действий лекарств. Например, к ним могут относиться орбестатические реакции при назначении гипотензивных средств. Это головокружение, слабость, обморок и затуманивание сознания при приеме вертикального положения или в долгом нахождении в нем. Например, сухой кашель при приеме ингибиторов АПФ. Все вы знаете, ингибиторы АПФ даже при коротком курсе лечения вызывают сухой кашель. Причиной возникновения сухого кашля является накопление бронзигенинов, аллергических медиаторов. Следующий вид реакции – это токсические реакции. Они связаны с избирательностью токсичности лекарственных средств именно в отношении жизненно важных органов. Обычно токсические реакции, само собой, зависят от дозы препарата. Следующий – это аллергические и псевдоаллергические реакции. Вы знаете, что аллергические реакции обязательно сопровождаются образованием иммунных тел. Псевдоаллергические не сопровождаются образованием аутоиммунных комплексов. Псевдоаллергические зависят от действия наточной клетке. То есть, получается, и те другие, и аллергические, и псевдоаллергические реакции, их очень трудно предсказать. Чтобы снизить риск их возникновения, важно обязательно учитывать исходный аллергологический анализ человека при назначении препарата. Следующий вид побочного действия лекарственных средств – это идиосинкразия. Что такое идиосинкразия? Это генетически предопределенная повышенная реактивность и чувствительность к определенным лекарственным веществам, которые сохраняются при повторном их принятии. Теперь рассмотрим тертогенный и эмбриотоксический. Эти реакции вызывают морфологические аномалии пороги развития плода, естественно, если будут приняты именно во время беременности. Их возникновение зависит от сроков, в которые приняты эти лекарственные средства. Самое громкое происшествие, связанное с тертогенной реакцией на лекарства, известно под названием «толидомидовая трагедия». Если вы помните, в середине XX века произошло массовое рождение младенцев с порогами развития конечностей. А чем оно было вызвано? Оно было вызвано тем, что матери принимали во время беременности снотворный препарат «толидомид». Тератогенные и эмбриотоксические реакции обычно изучаются в экспериментах на животных и практически не исследуются в клинических условиях. Следующий – это часто встречающиеся в нежелательных реакциях – это синдром отмены или синдром рикошета. Он выражается в том, что происходит обострение болезни при внезапной отмене лекарственного средства. Например, если мы лечили гипертоническую болезнь и внезапно отменили бета-блокаторы, при отмене бета-блокаторов возникает внезапный подъем артериального давления. Следующий – это лекарственная зависимость. Лекарственная зависимость возникает при отмене препарата у больного. Обязательно развивается тяжелое психосоматическое состояние. То есть лекарственная зависимость приводит к тому, что без возобновления приема больному никак не будет хорошо. То есть оно характерно для психотропных препаратов и наркотических, а также для обезболивающих средств. Просмотрим методы предотвращения побочных эффектов от лекарственных средств. Но прежде чем принимать какие-либо лекарства, конечно же, нужно проконсультироваться с врачом. Или элементарно, что мы можем сделать, прочитать инструкцию. Обычно врач сам выдает рекомендацию, а затем пациент соглашается или не соглашается с приемом предписанного лекарства. Потом нужно обязательно у врача спрашивать альтернативы приема лекарств. Есть ли другие альтернативные препараты? Следующее – это нужно обязательно спрашивать врача о положительных и отрицательных побочных эффектах. К общим побочным эффектам у нас относятся жажда или сухость во рту, кожная сыпь, запорность, проблемы с желудком, угрыжение головной боли. Обязательно нужно также обращать на диету. Есть, например, группа препаратов, действия которых обязательно зависят от принимаемой пищи. Например, всем известный вам препарат форзалидон, который является ингибитором, нельзя применять на фоне препаратов таких, как бананы, сыр, творог, сметана. Почему? Потому что в этих продуктах содержится тирамин. Аминокислота тирамин или по-другому, как ее называют, тирозин, она превращается в катехоламины, в норадреналин, в адреналин. То есть при приеме этих препаратов, при приеме этих продуктов питания, ингибитор МАО обязательно вызывает повышение артериального давления. Что еще должны мы учитывать? Принимать лекарства обязательно нужно в соответствии с инструкцией. Вот исследования последних лет показывают, что от 20 до 30% рецептов на лекарства никогда не покупается. Около 50% лекарств от хронических заболеваний не принимаются по указанию. Те, кто принимает отпускаемые по рецепту лекарства, будь то обычная простуда или опасная для жизни состояние, обычно принимают только половину предписанных доз. То есть внимательно нужно прочитать инструкцию, взять лекарства и принимать лекарства в соответствии с инструкцией. Пусть фармацевт станет вам новым лучшим вашим другом. Когда человек на кассе в аптеке спрашивает, есть ли у вас вопросы по данному препарату, обязательно скажите «да». Фармацевты знают больше, чем большинство врачей о взаимодействиях с лекарственными средствами, о побочных эффектах, которые могут вызвать данные препараты, об аллергических реакциях и так далее. Также нужно учитывать, что лекарства не должны быть вырезаны, не должны быть приняты без упаковки или без инструкции. Нельзя употреблять алкоголь при использовании лекарств. Давайте рассмотрим, какие же бывают примеры побочных эффектов от лекарственных средств. Например, антибиотики. Антибиотики могут вызвать совершенно разные побочные эффекты. Например, антибиотики группы аминогликозидов, группы гликопептидов и группы полимексинов обладают нефротоксичностью, могут обладать ототоксичностью. Сердечные препараты, которые применяются при сердечно-сосудистой патологии, часто могут изменять уровень артериального давления, могут изменять сердечный ритм, могут вызвать кашель, например, как АПФ-ингибиторы, могут нарушить электролитный баланс. Например, все вы знаете, прием АПФ-ингибиторов сопровождается задержкой калия. Следующие – это психотропные препараты. Большинство психотропных препаратов может снизить эффективность вождения, может влиять на мыслительные процессы, может вызывать сомливость, сухость во рту, нарушение дыхания. Противовоспалительные препараты часто сопровождаются изъязвлением желудка 12-перстной кишки. Например, обратите внимание, что противовоспалительные, несероидные противовоспалительные средства часто вызывают именно язву в желудке, а глюкокортикостероиды, которые также обладают противовоспалительным эффектом, они часто вызывают изъязвление именно 12-перстной кишки. Несероидные противовоспалительные средства часто вызывают желудочно-кишечные кровотечения, вызывают повреждения почек и печени. Следующая группа – это антиэйбетические препараты. Вы знаете, что некоторые антиэйбетические препараты могут увеличить вес, могут вызвать серьезную гипогликемию, когда неправильно подобрана доза препарата, могут вызывать тошноты, было окружение. Противозачаточные средства, самым частым побочным действием противозачаточных препаратов являются тромбоэмболические явления. Может быть, после этих препаратов могут образовываться угли. Эти препараты часто дают тошноту и рвоту, могут вызывать депрессию. Следующий вид побочных эффектов – это зависимость. Одним из побочных эффектов фармацевтических препаратов является зависимость от лекарств. Широко известна зависимость от снотворных, от анксиолитиков и психотимуляторов. Эта проблема тоже относится, то же самое наблюдается при приеме обезболивающих лекарственных средств. Люди, зависимые от вышеупомянутых лекарственных препаратов, нуждаются в профессиональной медицинской помощи. Итак, рассмотрим психологические аспекты данного вопроса. Побочные эффекты типа А. Но обычно нужно обязательно проводить познавательные лекции по поводу предотвращения побочных эффектов. Нужно создавать горячие линии с психологами, с медработниками, чтобы пострадавшие от побочных эффектов типа А могли быстро узнать те меры, как бороться с такими побочными эффектами, а также в целях предотвращения паники и тревоги. Побочные эффекты типа Б. Перед применением лекарственных средств обязательно нужно беседовать с клиническим фармакологом или фармацертом, чтобы выявить лекарственную непереносимость, исходя из факторов, повышающих риск побочных эффектов. Если побочный эффект уже наступил, то психологическое сопровождение заключается в эмоциональной поддержке таких больных. Для этого используют доверительные беседы. Побочные эффекты типа С. Психотерапевт или клинический фармаколог сопровождает пациента, помогая ему справиться с неприятными физическими и психологическими затруднениями, которые могут возникнуть во время лечения. Психотерапевт использует особые методики соматической психотерапии, сфокусированные на эмоциях и когнитивно-поведенческой терапии. Эти методики позволяют помочь пациенту справиться с соматофизическими симптомами, так и с эмоциональными проблемами, которые могут возникнуть при лечении от фармакологической зависимости. Побочные эффекты типа Д. Обязательно должен сопровождаться выезд психолога на места чрезвычайных ситуаций для оценки состояния пострадавших и подбора индивидуальных лекарственных средств для разных ситуаций людей. Например, существуют различные факторы, которые могут повысить риск побочных эффектов. Это детский возраст, период беременности, период лактации или люди в алкогольном опьянении. Врачи зачастую не обращают внимания на все эти факторы риска и не ищут индивидуального подхода к лечению пострадавших. А ведь клиническая фармакология, самая главная ее цель – выбрать эффективную и безопасную комбинацию лекарственных средств для конкретного больного. Тем самым мы можем снизить процент смертности от побочных эффектов. Психологическая поддержка пострадавших от канцерогенных, мутагенных и тератогенных побочных эффектов и лекарственных средств. Например, все вы помните, как мы в начале лекции говорили о таллидомидовой трагедии. Были даже в той ситуации как раз-таки были созданы группы поддержки для таких пострадавших. Были проводились специальные тренинги, арт-терапия. Были проведены индивидуальные сеансы психологической помощи. Итак, подходим к окончанию нашей лекции. Мы приходим к определенным выводам. Таким образом, побочные эффекты являются одной из ведущих причин не только утяжеления симптомов больного, но и могут, самое главное, привести к повышению смертности. И вот чтобы исправить ситуацию, нужно не только правильно и вовремя бороться с побочными эффектами, самое главное, нужно уметь их предотвращать, зная побочные действия лекарственных средств. Для этого нужно повышать уровень соотсознанности граждан, избавляться от самолечения, обязательно проводить лечение под контролем врача, проводить более тщательный мониторинг побочных эффектов среди населения, а также индивидуально подходить к лечению каждого пациента. Закончено, благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.